Это, можно сказать, новости Турции, посвященные одной большой новости. Я расскажу о землетрясении, которое произошло вчера в округе, в области на юге Турции, в Хатай. Немножко статистики, да. Но в основном расскажу, как здесь сейчас, что происходит, обстановка. Видео, для чего это снимаю. Для того, чтобы те, кто живет в Турции, знали, как они могут помочь, какие конкретные действия могут даже иностранцы сейчас предпринять, чтобы помочь местным. И расскажу немножко о чуде моих родственников. Мне очень трудно сейчас подбирать слова, потому что мы уже сутки, знаете, сами не спали, не ели, ни живы, ни мертвы, эмоционально вымотаны. Так что давайте приступим. Сразу говорю, извиняюсь за посторонние звуки, почему-то соседям сегодня. Я приспичиваю обязательно сделать ремонт в такой момент, когда вообще на улицах у нас галяк людей нет. Все заняты гуманитарной помощью, сбором и вообще участием. Итак, я не буду повторять про все, что вы могли посмотреть в новостях. Вкратце, да, было землетрясение в 4 утра. Это Хатай. Хатай — это округ, область. В нее входит несколько городов, около десятка. И плюс тут всякие провинции, это деревни, округи и все-все-все прочее. Это прилежащие территории, это большая территория. Если мы на карте смотрим, то это внизу на карте, это граница Сирии. Вообще Хатай, вот этот округ, он раньше был еще 100 лет назад под владением, назовем так, правлением Сирии. Вообще это такая проблемная точка, когда это политически и географически была. В 4 утра были толчки, 7 с лишним баллов, практически под 8. Потом повтор был в час дня. Это просто апокалипсис. Это как из, наверное, самого страшного фильма «Природные явления», когда катаклизм, когда разверзается земля, ломается асфальт, в проемы в асфальт падает машина с людьми, рушатся дома, как карточные домики складываются. Очень часто почему-то вопрос мне спрашивали, какие типы домов, новые или старые. Да, конечно, старых построек больше разрушено. Дом моих родственников – это относительно старая постройка до 2000 года, в 90-х построенный дом обычный, жилой. То есть не на частный дом, а квартирный. Я немножко сейчас о последствиях. Вот на утро сейчас, что у нас свежие новости какие есть, я их зачитаю, потому что я немножко не в состоянии на память все это рассказывать. Число погибших при землетрясении, вот на данный момент, на утро следующего дня, это 3,5 практически тысячи человек. Пострадали раненых, оказали медицинскую помощь, находится в больницах 20,5 тысяч человек. Чтобы вы понимали, конечно, после землетрясения люди боятся за следующий день заходить домой спать в своем доме. Могут быть повторные атершоки, еще продолжаются. То есть толчки они и были, короче, это почти даже не берем по 5 баллов, это для нас уже ерунда полная. Были тоже из-за этого разрушения далее. Но на улице сегодня, у нас везде по стране сейчас очень холодно, нас накрыл все-таки циклом, снег в Стамбуле. Так вот, в Хаттай осталось около, даже в Адане, 2 миллиона человек сегодня спали на улицах, в машинах, в палатках, в мороз. В Хаттай там вообще, это просто, знаете, Ахтунг просто. Там мало вот этих разрушений, там сейчас гуманитарная катастрофа во всех 10 городах, потому что там нет электричества, топлива, снабжения. Вот это я вам-то перечислю. В Хаттай, во всем этом регионе на утро сегодня нет никакой связи. То есть если вам родственники не звонят, это говорит о том, что у них и возможности нет позвонить, телефоны не работают. Масштаб разрушений в регионе больше, чем кажется на самом деле. Там в больших городах огромные разрушения, которым даже еще не подходили, нет сил, количество людей, чтобы это начать даже раскрывать. Посмотреть числами, цифрами, даже если в регионе будут мобилизованы поисковые спасательные отряды всей Анатолии части, представляете, то это все равно будет недостаточно, чтобы в один момент начать разбирать Хаттай. Далее в регионе ощущается острая нехватка продовольствия, товаров первой необходимости, еды тупо, хлеба, воды, медикаментов, одежды, детям питания, памперсов и всего-всего прочее, потому что разрушены магазины, ничего. Понимаете, вы спать легли, а на утро, если дай бог вы проснулись, голая земля и мороз со снегом, ничего нет. Если ваш дом еще усилил, это как бы окей, вам повезло, это вообще счастливчик, короче. Но вы туда вернуться не можете на нос, потому что он может все равно обрушиться. Вот в чем люди спали ночью в одежде, в том они и остались. В отправочной станции вообще в Хаттайе на все 10 городов работают всего 2. Там заканчивается топливо. Топливо нужно и на обогреватели, чтобы работали, электричество, вырабатывали генераторы, на машины, на все, короче говоря. Чтобы вы понимали, что сейчас происходит, как страна реагирует, это просто шок вчера был, это тишина. Нет, естественно, все везде выключена, музыка, трауры, вывесены флаги, это понятно, все в шоке. Вы знаете, турки не эмоциональны, быстро реагируют, один за одного и так далее. Но вчера до вечера это было с оцепенением, страх, не то что растерялись, не растерялись, и начали мы вчера все собирать, я об этом сейчас в гуманитарке расскажу. Но парализовал ужас, страх, и это просто, это не вообразимо, он мне нет слов это передать, что просто страна замерла в один момент, в ужасе и в шоке. Это когда, знаете, ты открываешь рот, хочется от страха кричать, знаете, это не надо такие кошмарные снины людям сняться, а ты как бы орешь, а голоса у тебя нет. Вот это то состояние ужаса, кошмара, до костей вообще. Далее, половина округа Газиантепа проживает там 60 тысяч, округ только, это не город, а округ Газиантепа, 60 тысяч человек остались вчера просто без дома. Это вот то, что вчера удалось посчитать, 60 тысяч семей. Это мэр официально вчера заявил. В Искендеруме наш город, в Искендеруме загорелся вчера порт, там было хранение, в общем-то, это крупный очень порт морской, это Средиземное море, и вчера загорелся этот порт, склады, потому что там было горюче-смазочное, и там ремонт тоже кораблей происходит. Так загорелся порт, его до сих пор не могут потушить, хотя вот она вода. Ни сил, ни людей, о другом сейчас на другое кинулись, скажем так. Порт горит, то есть пора выгорает. Но вчера объявили вечером, сегодня должен туда в порт прийти огромный лайнер, огромный корабль вот от Стамбула с медиками, со всем, с продовольствием. Мы вчера забились и загрузили. Далее, про гуманитарку скажу, что сейчас в стране вообще происходит. Вчера, вот в прямом смысле, вот фильм «Апокалипсис», во всех, вот я вчера лично видела там в «Мигросе», я в другие магазины не смогла попасть, люди с полок собирают всё, перчатки, носки, пледы, одеяло, подушки, одежда там иногда тёплая, домашняя продается. Люди просто сгребают за свои кровные деньги на кассе очереди, скупают всё, что может пригодиться. Походные мебели, ну, в смысле, кемпинг-палатки, горелки, гаскни, дрова там, спички. Ну, короче, всё, что может там, не знаю, гореть, тлеть и так далее. По домам все собирают, у кого что есть. Я про себя скажу, ну, наверное, про себя чуть-чуть попозже про наше чудо и про нас расскажу. Сдают кровь, естественно, по всей стране. У нас есть правило, закон, что кровь можно сдавать вообще вот в идеале, в норме, в нормальное время. Только граждане страны или у кого есть ВНЖ, конечно же, знание же. Сказывайте, потому что там только с вами по-турецки в больнице разговаривают. Ещё надо сдать кровь, пройти тест крови вашей, а потом тебя приглашают, например, через 12 часов, через день эта ситуация зависит на, типа, подходит твоя кровь чистая. Короче, её проверяют тест, не знаю, там, короны, вирусов и всего, какие-то заболевания, и там, я не знаю, вот белому вирусу человека и всё прочее. Мы вот, просто у меня муж, у него очень редкая группа крови. И мы сдавали им иногда, муж у меня сдаёт, кому она нужна, именно вот эта его кровь, он к больным детям и так далее. Он в этом участвует, донор, поэтому я вот эти правила знаю, да. Вот, в общем, проверок этих сейчас нет. Собирают кровь у всех, у иностранцев. Мне очень приятно. В каждом районе, конечно, открыли пункт приёма крови. В каждой больнице можно прийти, там, очереди, не пробиться от людей. Все идут сдавать пункты сбора гуманитарной одежды, хозяйственных, ну, всего, короче, что нужно. Вообще ничего нет. Интересное видео я нашла случайно в интернете, увидела, мне попалось на глаза. Вчера был забит аэропорт Стамбула, добровольцы летели в Хатай помогать, разбирать полный аэропорт, просто людей, которые готовы своими руками всё это разбирать. Про самолёты, я, знаете, это вообще не в курсе, я не отслеживаю историю. Вроде кто-то летает, вчера вроде как закончилось вообще всё принятие рейсов, потому что все силы направлены на помощь туда, в Хатай. Самолёты все летят туда, их все загружают, люди всё в одну сторону только. Аэропорты Газиантепа в Хатайе, они, естественно, не принимают гражданские, только военные грузы, МЧС. Спасибо всему миру, со всех стран практически мира у нас прилетели ночью МЧСники. Кто в Хатайе знает русский язык, пожалуйста, обратитесь в ваш отдел МЧС турецкий, там нужны переводчики с русского на турецкий помогать нашим МЧСникам. И так вообще ко всем странам, и Сербия, и Пакистан, и Япония, кто знает японский язык, из-за европейских стран, и там английский с этим проблем нет. Ну, в общем, кто там может помочь, имейте в виду, вот такая от вас помощь сейчас нужна. Чё, господи, у меня, знаете, в голове сумбур, это всё ещё сейчас происходит, и я пытаюсь подобрать эту информацию, чтобы вам какую-то статистику по полочкам разложить, дать. Я вообще лично не смотрю видео, которые в новостях всяких, я не могу, это я ещё не готова к этому смотреть, потому что лично мою семью коснулась эта история. Вчера в 11 где-то ещё уже утра мы знали, что семья кузена моего свёкора, наши близкие родственники, с кендерами, их дом сложился как вот просто по блокам, и они в самом низу. Это был обычный жилой дом, не частный, а квартирный. Их там 5 человек было. Никакой информации, естественно, просто они не выходили на связь, и всё. И вот к 11 утра мы только среди родственников разобрались, там связи нет. Мы поняли, что они там, нигде их не нашли, короче. Нашлась их дочь, у них четверо детей вообще в идеале, и дочь жила в другом районе, замужем с мужем, они выбежали из дома. 4 утра из их спиной просто разрушился их дом, сложился, представляете? Они ещё думали не выпекать, они как бы испугались, но с парсони они успели это сделать в последний момент. И вот осколками ранило их этим бетоном, Костя переломала там тоже, но они живы. В весь день мы не знали никакой информации. Ощущение транса вот это было, просто вот замерло всё. Потом, когда начались вторые толчки в час сорок дня, такие же сильные, и продолжились разрушения, мы нас, скажу честно, мы с мужем поговорили, и мы пришли к выводу, что не надо надеяться на чудо. Мы как бы объективно к этому подходим, мы начали готовиться к лучшему, собирать деньги и так далее. Что в наших силах было, зачем я снимаю, что вы можете тоже сделать. Не говорю, что надо делать, как мы. Я сейчас подвитажу, что могут сделать люди иностранцы здесь, как минимум. Что именно мы делали, как у нас вчера день проходил. Дабы в силу своей работы муж смог заказать трек. Трек — это огромный камьон, это, знаете, машина МАН, типа КАМАЗ, да, огромный трек. То есть огромная-огромная машина грузовая. Он с этим просто работает. И мы еще, он успел, он на него, вообще, это долго вообще, у меня мысли перебрасываются, извините. В общем, он успел заказать вчера, выкупил и доставили нам утром сегодня, загрузили 500 одеял. Все, кто рядом с ним работают, владельцы компании, бизнесмены и так далее, они очень сильно отозвались, потому что это родина моего мужа, ну, как родина его семьи, да. Все стараются, конечно, максимально приложить усилия помочь. Забили этот трек всем, что можно было, это текстиль, матрасы, одеяло, подушки, теплая одежда и так далее. Я две недели назад положила в контейнер для малоимущих у нас всякие пледы, одеяло ненужное, постельное, одежду выкинула. Так об этом вчера жалела, да слез просто вчера обидно было, хоть иди и выковыривай это оттуда. Но это все равно сейчас растрясут, конечно, всем раздадут, слава богу. Я вчера еще собрала три баула, сняла с ребенка одежду, которая можно еще носить, но скоро станет маленькая, но еще ее уже зимнюю, теплой все собрала. Я собрала все, наверное, наши домашние толстовки, все, что было вообще, короче, все максимально. Нашла еще детское одеяло, подушку, плед, чем мы вот пользовались, когда ездим в машине для ребенка, например, все далеко едем, все тоже сгребла. Один плед тоже забрала, который на диване был, все, короче, потому что в магазинах этого уже нет, понимаете, все выкуплено. И, в общем, вот сейчас утром мы отправили этот тракт, он уехал у нас в Малатию радиоплеточную, могу сейчас сказать, может, в курсе. Сейчас, знаете, что самое страшное? Там нет ничего, ни связи, ни тепла, там очень холодно, голая просто, назовем так, пустыня, потому что все развалилось. Ни газа, ни воды, ни электричества, все само собой, все потрубили. И нет еды. И люди, которые едут туда сейчас спасать, им нечего самим будет есть. Там очень холодно, не обогреться, ничего, это просто татастрофа. Честно скажу, как вот здесь живя человеку, не верится в то, что произошло вообще. И нет еще осознания, вот этот шок только вчера прошел. К вечеру мы побежали сдавать кровь, собирали гуманитарку. И, я не знаю, мы не могли говорить даже, понимаете, никакого сообщения, мы просто молчали, сидели все, да. Бегали, все делали, и в моменты, когда мы смотрели телевизор, мы молчали, ничего не комментировали. Я не верю в чудеса, но теперь, наверное, поверю. Когда мы с мужем с обеда, у нас не было надежды. Мы об этом даже не говорили, а мысль, что вдруг, а может быть, или когда нам говорили, ну, надеемся, родственники там звонили, что все обойдется, их найдут. Мы молчали, ничего не говорили, мы с ним выбрали позицию, вдвоем договорились, что не будем, как сказать, обольщаться. И надежды хранить катажер с ним нереально, это просто же, да. И вот ночью сегодня, где-то в час ночи, прослушилось чудо. Смогли достать, откопать всю семью наших родственников, они, к счастью, все живы, все пять человек. Ну, я вчера говорила, кто видел, да, что это два взрослых и дети. Дети, это, ну, они подростки, они уже взрослые, там, 20 лет, там, 18, и ребенок, это маленький ребенок один был, но для нас они все равно, как туда дети. Родители и семья-то были дети, они в гостях там были. И тетю мужа последнюю доставали, ее там зажало с травмами, но она осталась жива. Сейчас они в больнице, все в порядке. Это, конечно, невообразимое чудо. И самое, что мы ничего не знаем, нет никакой связи, ну, звонки с родственниками, кто там, кто ближе. Но мы не видим видео, родственники отправляли, мы не смогли с мужем посмотреть. Это больно очень увидеть, знаете, разрушенный дом и так далее. И я сегодня открывала новости и утром увидела фотографии наших родственников, когда их доставали. Это было, не знаю, ну, короче, все плакали от радости. И у нас вот была возможность появилась это увидеть. Ну, как вы знаете, это ощущение, что подтвердилось то, что ты услышал, успокоился уже. А еще, когда глазами своими у тебя возможность это увидеть, это непередаваемое ощущение. Сейчас пострадавших на самолетах увозят по всей стране. Это больше 20, как я вам сказала, тысяч пострадавших, раненых. Все там больницы переполнены. Это и Стамбул, Анкара, Анталия. В Стамбулу мне тоже очень много. Они их сортируют, тяжелые, нетяжелые, транспортабельные или нет. Я надеюсь на чудо и желаю, чтобы в каждой семье это чудо случилось. И сейчас в окончании, по итогу, для чего вообще это видео было снято, что вы можете сделать, если вы находитесь в Турции. Самое первое и главное, пожалуйста, сдайте кровь. Она требуется, сейчас принимают от всех. Да, там очереди, пожалуйста, не поленитесь, отстойте очередь. Вам может показаться, что много желающих повезти это на путь первых дней. В стране объявлен траур у нас до понедельника, до 13 февраля. Не работают школы, учебные заведения, траур по стране. Все, короче говоря, кинулись на это помогать. Вы поймите, что пройдет вот эта неделя, и, конечно же, будет уже возможности, и люди устанут, но надобность помощи в крови, как минимум, она точно будет. Меня еще затронуло очень сильно. Вчера в Питер стали появляться в Телеграме каналы, в Твиттере, Твиттере. Кто под завалами, снимали видео, просили о помощи. Что вообще, это меня вчера вообще под конец подкосило просто. В общем, перепост это, конечно, классно, но физически он мне, как людям, не помогает. Если вы здесь, в стране, пожалуйста, идите в любой пункт, откройте Инстаграм. Там много всякой информации в Интернете. Откройте Инстаграм. В каждом районе есть государственная больница, где принимают кровь. В каждом районе пункт приема гуманитарки. Купите выпачку памперсов, баночку детского питания, если у вас нет особо средств. Ну, просто какой-то минимум. Упаковку, блин, этих бумажных полотенец и так далее. Одеяло, плед, что-то хоть одно. Отнесите туда. Или попросите своих турецких соседей отдайте. Говорите с ними на английском, они знают, куда передать. Сдайте кровь. Пожалуйста, сдайте кровь. Это самое важное. Это то, что сейчас спасает жизнь. Даже не одеяло, и пледы, и еда. Кровь. Нужна кровь. Очень много. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста, распространите это видео. Поделитесь им в соцсетях. Я хочу, чтобы люди, которые русскоязычные, говорящие на нашем этом языке, они важны, из каких стран СНГ, помогли Турции. Турция приняла когда-то каждого из нас. Может, если вы даже сейчас еще не считаете себя частью этой страны, но это то горе, которое нас объединяет. И мне вчера очень тронуло сердце когда-либо. И соседи, у меня очень много соседей иностранцев. Они все вчера были на пункте сбора гуманитарной помощи. Дети не пошли в школу. Мальчики 10 лет, 12, 8 лет таскают эти пакеты, чеки с одеждой, кто что принес. Раздают там чай, потому что очень холодно обогреться тем, кто приносит и так далее, и так далее. В общем, побежали все сдавать кровь. Вчера заняты были магазины продуктовые, когда все скупали люди. И были пустые улицы, и пустые торговые центры, и даже иностранцев никого нигде не было. Все занялись этой проблемой. Я не могла даже представить себе такого. Поэтому я и хочу, чтобы и мои соотечественники проявили себя, если так можно сказать. Я всем желаю. Берегите свои близкие. Спасибо за внимание. Всем пока.